Даже читать такое тяжело, слова Певцова о Панфилове, каждого могут довести до слез. 26 августа не стало Глеба Панфилова, он пережил любимую супругу Инну Чурикову на 7 месяцев. Многие звезды попрощались с маэстро в соцсетях, не стал исключением и Дмитрий Певцов. Блистательный киномастер, мой крестный в кино и, как оказалось в театре, какое счастье, что Господь дал мне несколько раз в жизни поработать с этим глубочайшим режиссером. По словам Певцова, Панфилов обладал уникальным талантом и мог погружать актера в самую суть того, о чем хотел рассказать в фильме или спектакле. А после работы с режиссером артист, по его признанию, выдавал удивительный результат. «Скурпулезная, тончайшая и глубочайшая работа с материалом и исполнителями – это почерк Глеба Панфилова. Конечно, он не смог без своей музы и спутницы Инночки Михайловны Чуриковой, царствия небесной этой блистательной творческой паре, этому союзу, столько раз одарившему нас и весь мир своим парадоксальным и удивительными открытиями в кино и театре, их сыну Ванечке, всем близким, родным людям, искренние соболезнования от нашей семьи». Режиссер Глеб Панфилова скончался в возрасте 89 лет в одной из московских больниц, предположительно после повторного инсульта. Он умер спустя семь месяцев после смерти своей супруги и музы, актрисы Инны Чуриковой. В Ленкоме Марка Захарова назвали Панфилова выдающимся режиссером, а глава Минкульта Ольга Любимова сообщила, что ей трудно поверить в утрату. Журналисты вспоминают, как химик по образованию снял фильмы, получившие призы на Берлинском и Каннском кинофестивалях. На 90-м году жизни ушел режиссер и народный артист РСФСР Глеб Панфилов, сообщил директор театра Ленком Марка Захарова Марк Варшавер. «Наш театр связывают с Глебом Анатольевичем долгие годы творческой и человеческой дружбы. Величайший режиссер поставил замечательные спектакли на сцене нашего театра. Все они, конечно, связаны с главной актрисой Ленкома Инной Михайловной Чуриковой, и этот творческий союз неразрывен. Это доказывает вся их жизнь и их уход с разницей в чуть более чем полгода», говорится в телеграм-канале театра. Субтитры создавал DimaTorzok